всем привет кто присоединился привет 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 здравствуйте вот какая загадка instagram с вашего аккаунта не приглашают у меня такая ситуация была когда я приглашала к себе Диану ну вот какая-то правда загадка я уже много раз таким сталкивалась что в одну сторону работает другую сторону не работает ребята которые хотели увидеть прямой эфир они зашли тогда к вам посмотрели жалко конечно вот я вижу что вот вроде бы знакомые ники моих подписчиков вот наверное придут да у меня так быстро аккаунт ну в смысле запомнить его легко вот вижу ребята из нашего прямого эфира переходят к вам здорово все нас слышно ребята как нас слышно как нас видно все замечательно если да то поставьте плюсики а то мы тут будем вещать и вы нас не услышите ну может запись как нас слышно да ребята надеюсь слышно бывает кстати одного не слышно а второго слышно и причем друг дружки слышно а зрители не слышно в общем инстаграм мы все мы рады очень вас приветствовать да мы рады всем новым нашим друзьям нашим посетителям нашего блога и так я уже говорила о том что у меня есть такая рубрика я ее завела недавно было у нас буквально три-четыре прямых эфира почему я начала вести эту рубрику я думаю для для вас это не секрет и для многих это не секрет современным нашим выпускникам очень тяжело сориентироваться в рынке профессии потому что учат школе одному по факту на выходе мы имеем совершенно другое кроме того очень быстро все меняется сегодня актуально одно завтра другое поэтому ребятам очень сложно определиться и вот я сталкиваюсь в общении с выпускниками некоторые даже одиннадцатиклассники на выходе школе на выходе школы понимают да пойти учиться и самое главное а что делать потом после того как это образование получит потому что получить образование это одно как говорится а другое дело чтобы оно было полезно и чтобы ты мог по этой специальности работать вот и так как почему еще была рубрика то мной заведена потому что экзамен по литературе достаточно сложный энергозатратный и надо четко понимать для чего он вам нужен если экзамен по русскому языку сдают все это уже необходимых экзамен по литературе есть чем я сталкиваюсь у некоторых ребят допустим собирались пойти на переводчика и как бы ну надо же учить английский а потом а потом стало а потом стало понятно что надо бы еще сдавать литературу и вот поэтому я приглашаю экспертов для поступления специальности которых нужна литература вот сегодня у меня в гостях елизавета елизавета шумилова у нас художник и поэтому ребята все кому может быть интересно получение образования специальности художественная культура дизайн там так далее вы сегодня можете задать вопрос или просто все кто любит живопись я думаю что многие любят увлекаются живопись вы можете задать елизавете вопросы я вот знаю что у елизаветы есть мастер-классы да по моему на видео уроки да так что можете спросить даже если вы не собираетесь поступать на эту специальность вы можете спросить допустим как научиться допустим рисовать в технике акварель для себя как все говорят для себя ну все я даю слово я даю слово елизавете елизавета скажите пожалуйста себе вообще сколько лет вы посвятили уже своей жизни этому делу потому что ну вот художник я так думаю что это все таки это больше чем профессия это наверное дело всей жизни ну да я думаю что люди которые проходят художественную школу училища потом еще институт это явно явно фанаты этого дела потому что ну действительно не такое уж простое как это как бы так сказать способ трудоустройства да ну как обычно допустим есть такие популярные профессии в которые каждый год поступает очень много студентов выпускается столько же и с этой профессии как бы с этим дипломом устраиваются на разные работы понятно что с дипломом художника ну не все и не везде да как бы ждут но понятно что иногда как говорится что дело нас выбирает а не мы дело да если ты родился с какой то такой потребность создавать красоту видишь ее вокруг себя как нравится творить что то такое новое создавать то просто ну не сможешь пойти учиться на бухгалтера ну это может если только заставить так что я как раз такой представитель таких людей которые шли по сердцу по душе поступать училась рисовать именно училась я очень ну уже много лет с десяти лет я поступила в художественную школу до этого еще рисовала маленькая была ну это так для себя было потом получается в семнадцать лет я закончила поступила здесь в екатеринбурге в архитектурную академию не на архитектора художник проектировщик по текстилю ну у нас больше было всяких предметов по станковой живописи меня это очень привлекало именно просто не было конкретно тогда станкового отделения когда я поступала было декоративно прикладной и на нем было искусство интерьера где я училась нас обучали интерьеру и как раз таки картинам в интерьер и текстилю в интерьере ну все что как бы связано потому что тогда была такая волна что всем художникам нужно быть дизайнерами потому что иначе работы не дайте поэтому нам мы пытались как бы все 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 сразу научить поэтому такая шесть лет такого разностраннего художественного образования как раз было получено ну и после окончания института я тоже продолжала обучаться изучать разные техники направления пробовать себя во всем сейчас я разрабатываю курсы веду репетиторство индивидуальное через интернет и живое преподавание ну как репетитор и пишу картины портреты на заказ сейчас это как бы вот такое у меня направление то есть допустим ребят которые хотят поступить скажем там на направление дизайн декоративно-прикладной искусств вы тоже с ними работаете да 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 если нужно чаще всего обращаются люди которые хотят так же поступать в архитектурную академию потому что у нас в академии есть особенности там свои в общем люди хотят чтобы их ну конкретно научили не то что просто там рисунок просто живописи да ну даже не академическая это даже больше архитектурная там свой рисунок свое построение хорошо ребят или может быть у нас я вижу что присутствуют родители да уважаемые родители уважаемые будущие выпускники или может быть настоящие если у вас есть вопросы вы можете уже их начинать в комментариях писать у меня есть несколько вопросов в свою очередь если у вас есть вы пишите мы будем на них походу обязательно отвечать спрашивайте все что интересно по поводу поступления по поводу вообще подготовки к получению профессии художника так вам делать комплимент thank you very much thank you замечательно спасибо спасибо вам большое такие слова я сама восхищаюсь работами Елизаветы ну как бы давайте не будем отвлекаться от темы так хорошо вот следующий такой вопрос очень важный как понять да как понять человеку который хочет заниматься живописью профессионально хочет заниматься живописью вроде бы он рисует хорошо натюрморты там не знаю какие то вот что то из графики вот как понять что ты все таки именно творец а не ремесленник да то есть вы же сами понимаете это очень актуальная проблема для творческих профессий то есть мало быть просто ремесленникам хорошо освоить какую-то технику важно еще быть творцом то есть оригинал вот как разобраться в этом что нужно взгляд со стороны эксперта не знаю еще какие то критерии как вот определить да или допустим ребенок занимается живописью в художественной школе и вроде бы как бы мама думает что ну наверное он пойдет учиться на художника а может быть не стоит этого делать потому что его потом может ждать глубокое разочарование то что на самом деле оригинальность это его почерк не дышит ну вот тут как раз таки такой тонкий момент касающийся именно души человека в том числе и ребенка потому что надо именно на эту сторону смотреть я очень много можно сказать потому что я была в этой среде прошла через художественную школу вуз видела людей ну творческих действительно были те кто даже допустим дети художников да понятно что они просто идут по этому пути потому что он проторен понятно что им нравится допустим рисовать но нет горения да они находят себя тоже в этом в принципе тоже творческая среда та же самая они не попадают в какую-то другую среду остаются в среде родителей понятно что для них это актуально но нет такого вот прямо ну горения а были дети с очень маленького возраста у которых именно вот этот вот огонь в глазах я создам что-то новое я изобрету какую-то новую краску которую еще до этого не было я там нарисую что-нибудь такое что там в космос запустят ну понимаете это чувствуется это такие можно сказать как поэты и как музыканты которые сочиняют вот вот это то же самое художник понятно что у него изобразительный язык он другой он изображает красками кистью карандашом но посыл тот же самый тот же самый что и у поэта тот же самый что и у композитора погруженность в себя и желание миру что-то показать или там даже может быть доказать или изменить этот мир вот тоже в принципе писать грамотно действительно тоже могут ну как большое количество людей хотя может быть больше чтобы грамотно было но не все из них поэты и писатели да потому что ну не хочется людям писать да не знают они что такого нового оригинального написать что все там до них написано а кто-то не понимает как можно не писать кому-то хочется там хотя бы там на уровне своего блога да там что-то сказать о мире там нового своих переживаний вот и художники так же если у ребенка есть потребность на бумаге сказать если это его язык вот он больше там рисует чем говорит да или он там увидит прочитает какую-то книгу прочтет что-то такое его восхищающее и тут же начинает что-то изображать какие-то свои мысли или там допустим видит что-то для себя новое там воздушные шары где-нибудь летят начинает их изображать все значит скорее всего этот ребенок или там уже молодой человек кто-то скорее всего у него есть именно склонность к тому что быть творцом не ремесленником потому что у ремесленников это как раз таки чаще всего даже не то что направленность на зарабатывание деньги а просто как они говорят а я не знаю чем еще заниматься меня научили я делаю причем иногда даже я вам скажу что ремесленники могут рисовать намного более качественно в плане техники чем творцы это как бы общеизвестный факт вот я считаю я так долго объясняла разницу между двумя личностями но я считаю что стерплющие я вот думаю всем кто сомневается вообще надо обязательно прочитать я уже писала про эту книгу обязательно прочитайте роман Ирвина Стоу «Жажда жизни» про биографию основанную на биографии художника всем известного Ван Гога там идет речь действительно о тех трудностях которые пришлось Ван Гогу преодолеть прежде чем родить вот это свою оригинальную манеру письма вот из очертаний вот этих именно это стало оригинальным манером что ему пришлось перенести какие испытания у него были на пути вот для себя прокрутить и понять а вот смогу ли я точно так же отдать свою жизнь действительно на служение искусству да не забывайте о том что если вы собираетесь создавать вот такую творческую профессию это вот еще и искусство вот у меня тогда такой вопрос а как вообще правильно выбрать художественную школу если мы говорим да про детей которые учатся в школе или высшее учебное заведение вот у нас вот есть вообще какой-то рейтинг вот есть допустим самые там известные вузы экономические есть самые там известные вузы юридические а что касается художественных отделений вот какие-то вот топ есть есть такое ну конечно 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 есть если допустим брать именно нашу классическую академическую живопись и рисунок понятно что это институт имени Репина академия понятно что они как бы считают такими впереди впереди всего даже знаменитые на весь мир не то что знаменитые по России но опять же опять же не для всех это как бы кому-то не нужна такая глубина многие даже говорят что из этих вузов выходят педагоги преподаватели вот интересно тоже еще одна если говорить о ремесленнике и о творце есть еще одна грань которая называется педагогом они тоже художники но как раз таки их творческий путь больше направлен на своих можно сказать студентов бывает конечно и просто художники преподают но это как это сказать не та глубина посвященности чем когда человек чувствует что он может другого научить вот допустим у нас на Урале конкретно в Екатеринбурге считается архитектурная академия сам на таком высоком рейтинге понятно что у нас тут еще открылись эти отделения станковые тоже стало возможно обучаться чисто живописи рисунку без примесей дизайна и всего остального опять же кому-то наоборот хочется уметь владеть физическими редакторами еще чем-то дизайном интерьера чтобы и там и там и там и там работать понятно что может человек еще не определился ему и то нравится и то нравится тут вот как бы надо смотреть действительно я считаю важно сколько лет существует вуз вот это вот это такой фактор потому что чаще именно за счет лет формируется определенные как бы традиции система преподавания сейчас очень много возникло новомодных вот у нас даже в Екатеринбурге я удивлялась у меня просто мои одногруппницы тоже периодически преподают и работают где-то и говорят вот в любом вузе есть отделение какой-нибудь там какой-нибудь дизайн где вот нужно преподавать рисовать ну понятно же что это как бы уровень такой очень никакой они даже говорят что оборудования допустим не хватает нет гипсовых голов не есть что делать постановки нет нормального освещения уже понятно что процесс преподавания будет никакой надо ходить на вот эти день открытых дверей и смотреть особенно выставки работ студентов это вообще показатель один из самых главных потому что именно там показано до какого уровня студент там уже выставляется пятерки тем которые или там дипломы которые были на пятерке и станет понятно какая именно степень подготовки нравится ли кто-то скажет что академист для кого-то сухой и неинтересный хотя кто-то прямо мечтает там лепешку расшивается ехать поступать там в Санкт-Петербург и только вот там конкретному мастеру и хочет только у него научиться вот только так рисовать очень вопрос такой индивидуальный надо конкретно с каждым человеком обсуждать если допустим есть среди ваших студентов обучающихся кто-то кто хочет в вуз поступать я готова проконсультировать там директ по конкретной ситуации потому что сказать что вот вам этот или этот вуз подходит как бы достаточно трудно так ребята если кто-то уже целенаправленно хочет поступать в подушечный вуз да вот Елизавета сказала что готова помочь поэтому имейте ввиду ждем ваших вопросов пишите в комментариях я понимаю что мы сегодня говорим о профессии художника о том что нужно да для того чтобы действительно стать мастером своего дела и вообще как определиться а подходит ли мне профессия ну и вот мы все конечно за это поговорим вот кстати актуальный вопрос да вот уже сколько раз про это говорят но тем не менее вот насколько справедливо всем известная пословица про то что талант должен быть голодным нет я все-таки за то что трудящийся достоин пропитания потому что ну как бы голод я не знаю чему он содействует а может разве что какой-то там аскетической отрешенности от мира и такой уже кисточка в руках держаться точно не будет да отрешен от всего материального у него там открываются какие-то высшие не знаю чакры и он сосредотачивается только на творчестве действительно ли это так ну единственное что могу сказать конечно есть определенная грань опять же художник как бы голодный в плане я так считаю должен быть голодным в плане поисков духовной пищи вот его как бы голод такой должен быть он должен себя даже я считаю искусственно ограничивать от каких-то пустых развлечений там каких-то увеселений потому что это действительно художника отвлекает он должен как бы что-то все время искать нуждаться в чем-то какой-то пищи вдохновляющей его но в плане безденежья голода еще чего-то это просто невозможно вот я даже как-то помню слушала лекцию тоже на эту тему интересно мужчина рассуждал что говорит очень талантливая девушка он спросил почему ты не продаешь свои там работы да почему ты там не как-то не развиваешься не продвигаешь себя в соцсетях ну у тебя же говорит ну так все красиво получается но ты там только акварелью допустим рисуешь я уже не помню каким-то она одним материалом рисовала ну я вот не знаю как она говорит ну у тебя есть желание там осваивать новые какие-то там профессии ну не профессии техники там что-то продвигаться в каком-то новом направлении она говорит ну вы понимаете я даже не могу себе какую-то там кисточку купить которую я хочу о каких вы материалах говорите так он мне и говорит так я вам об этом и пытаюсь объяснить почему вы себя не продвигаете почему вы не продаете свою прекрасную работу людям которые они нужны просто потому что вы просто обязаны развиваться ваш талант в этом и есть как бы смысл зарабатывания собственно говоря денег помимо того что семьи но еще и хотя бы просто там съездить на какой-то там может быть заграницу пленер купить какие-то материалы расширить ну в общем мне кажется это людям должно быть понятно что если у художника нету денег то и возможности остро ограничиваются и можно конечно рисовать там одними детскими восковыми мелками но я думаю что это надо прямо я не знаю какой-то величайший иметь там талант и чтобы людям только это нравилось понятно что бывает конечно да ну то есть надо не забывать о том что прежде чем как говорится продать что-то ну нельзя то что ненужное да ну нужное конечно но просто прежде чем продать что-то нужно купить еще много всего да если не секрет вот просто ради интереса вот сколько примерно средств у вас уходит ежемесячно на покупку материалов там краски холсты ну я вот так вот могу конкретно сказать потому что многие материалы накапливались в течение многих лет вот допустим масляная краска тюбик масляной краски там почти что 200 по-моему миллилитров если я не ошибаюсь все понятно что эта краска расходуется долго ну вопрос о том что вот допустим один тюбик масляной краски самый дешевый стоит 250 рублей ну вот и надо что-то нам написали вот есть ли на примере ваших знакомых люди которые кардинально поменяли свою профессию более взрослым взрослым возрастом например после 30 лет да есть у меня даже я подписана на девушку взаимно подписана художник может быть вы встречали ее аккаунт Олеся Аларма по-моему у нее называется аккаунт она даже как раз таки пишет у нее в шапке профиля написано что она начала рисовать с 30 лет у нее прекрасные акварели но она действительно постоянно сейчас учится рисовать она об этом говорит рассказывает тоже очень интересно для меня это прямо было таким открытием потому что такое горение у человека она за непродолжительный период времени действительно достигла больших успехов но тут дисциплинированность взрослого человека конечно многое решает потому что если этот человек такой если он горит он к этому стремится он сможет это что молодым людям это все как бы легче художественная школа среда тебя поддерживающая потом вуз тоже тебя поддерживающие друзья которые вокруг тебя образуются которые тоже рисуют там с ними обмениваешься опытом 30 лет это естественно уже сложнее попасть в эту среду найти это окружение найти в себе силы чтобы тебя еще родственники там поддержали и не сказали что занимаешься ерундой но такие бывают люди такие я вам просто яркий пример привела вот мы с ней в инстаграме я знаю взрослых которые у меня в том числе мастер-классы покупают которые даже больше после чем после 30 даже намного позже пробуют рисовать сами говорят что мечтали всю жизнь и только вот там когда дети стали чуть постарше себе позволили учиться но я считаю они тоже большие молодцы потому что как раз у них это все более такое чистое что ли всяких там примеси метания они уже знают что они хотят научите меня этому покажите мне вот это потому что с ребенком когда у меня есть опыт преподавания детям репетиторство тут сложнее тут как раз таки нужна постоянная мотивация нужно быть мотиватором таким говорить что ты получишь после того как нарисуешь ну как бы какое у тебя будет удовольствие какие там успехи еще что-то надо все время в ребенку это убеждать вот как раз таки музыка художественная школа они это дают потому что ты как бы на примере других студентов старших курсов видишь ну там какой-то прогресс детям сложно они как бы думают да я вот даже квадратик не могу нарисовать я никогда никакую там кошечку собачку не нарисую ну вот и у них сразу вот это вот уныние если еще в семье там все говорят что рисуют как курица задний лап это вообще приходится титанический труд с такими детьми совершать со взрослыми такой проблемы нет они уже точно верят в то что у них все там шедевр получится все будет красиво давайте давайте только мне покажите как покажите какие материалы сколько это стоит а было так что наоборот человек вот учился на художниках потом потом решил все первые деятельности такое бывает что люди разочаровываются учился на художника потом решил поменять ну в принципе да и бывает даже что и обратно возвращались меняли переменяли у меня тоже девушки знакомые есть которые прекрасные вузы нижне-тагильские футграфы заканчивали и работали на другой работе но это не мешало опять же им рисовать ну как бы художник остается художником зарабатывает человек деньги тоже прекрасно ну там где-то находится себя в этом художники многие обычные ну как бы такого академической живописи переключаются на дизайн вот кому-то нравится начинает интерьеры разрабатывать бывает там архитекторов знаю которые учились на архитектуре и тоже сейчас там скульптурой занимаются или росписями стен допустим архитектурой вообще не занимаются ну вот сказать что у меня есть знакомые художники которые кардинально допустим из художников стали какими-нибудь шахтерами таких случаев я не знаю наверное сложно от этого уже отойти если ты вот это один раз попробовал включился в это да ну да это действительно это больше чем профессия это образ жизни образ мышления а тогда вопрос такой для всех я напоминаю что вы можете свои вопросы писать в комментариях не стесняйтесь ответим обязательно вот такой тоже очень актуальный вопрос ну не секрет что у нас в любой сфере творческой и это касается и художника и писателя и музыканта есть так называемые да тренды то что сейчас покупаемо то что людям сейчас интересно и есть ну как бы менее так скажем людей вот сколько сейчас в тренде переживописи как они в основном техники пользуются спросом ну сейчас очень популярна акварель она просто я не знаю особенно в инстаграме это просто сейчас такой бум акварели все все учатся все очень много курсов по акварели сейчас эти вот бумага акварельная краска много обсуждений на формах художников это на самом деле циклично потому что допустим в двадцатом веке тоже такое было сначала масляная же опять акварель возникла всякие различные новые техники пастели и потом опять откат опять к маслу все по кругу ну видимо каждый художник для себя что-то открывает конкретно совсем новое новое сейчас того что не видели до этого художники это маркер маркеры вообще такая чудесная потрясающая техника я тоже для себя недавно ее открыла очень нравится эффект именно за счет за счет того что у тебя есть конкретный цвет уже вот он находится в маркере тебе не надо ни в баночке макать ни замешивать ничего ты хочешь сделать быстрый скетч набросок да чего-либо и у тебя сейчас все под руками вот сам процесс раскладывания красок особенно если у тебя нет мастерской это еще одна проблема как многим сталкивается это так долго что-то намешивать размешивать там ребенок влезет испачкает все а вот как раз таки маркеры они есть спиртовые есть акварельные они как раз таки позволяют рисовать буквально на коленках хоть там с коляской гуляешь с ребенком блокнотик открыл что-то там нарисовал да это да и они пришли к нам из дизайна насколько я знаю и архитектуры когда делались делаются эскизы интерьеров как раз таки вот у меня сейчас я даже покажу маркер есть типичный у них вот такое долото есть как раз таки ими зачастую используют в отрисовке дизайнов машин там или интерьеров каких-либо еще чего-то прямые линии чтобы рисовать долото называется да и с другой стороны есть наконечных пуля для более точных детальных у них есть еще серия более таких художественных где с этой стороны браш кисть находится вот такими сейчас я покажу вот такая вот кистика браш она такая мягенькая видно даже вот ими более такие ну как бы живописные прямо мазочки можно рисовать наборы огромные вот допустим есть фирмы копик у них там больше трехсот цветов я даже знаю у меня есть знакомые художники у которых вся эта палитра есть такие прямо дома стоят палеты такие там прям выложены эти маркеры садишься сразу же с собой в поездки там наборы берут выпускаются различные вот это прямо сейчас у художников прямо такое самые самые то что в тренде интерес что появилась такая возможность сделать не просто зарисовки углем или карандашом а именно чем-то таким а вот если вот натюрморт портрет пейзаж вот из этого что что сейчас тоже большим спросом пользуется портреты может быть ну на самом деле вот так вот конкретно сказать допустим даже я подписана на много-много художников и из них как раз таки разных много кто и портреты рисует и пейзажи кто рисует и сейчас очень много флорист кто рисует кто это именно вот всякие растения там цветы какие-то деревья ну вот людям видимо нравится раньше такое в основном для энциклопедии рисовали там как выглядит листочек сирени а сейчас это люди конкретно выходит на улицу рисует в инстаграме выклады вот 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 даже можно сказать что сейчас художество такое даже более стало даже бытовое более камерное что ли раньше допустим картины художественную ценность из себя представляли только которые вот там изображали какие-то масштабные баталии исторические сцены ну то что мы знаем по музеям в которых бывали если посетить там Эрмитаж русский музей ну мы помним эти огромные холсты во всю стену и как бы сюжет то сейчас художники становятся уже более такими как ну что-то можно сказать бытовое или более личное вот то что не мешает им писать картины но для своей жизни больше такого полета творчества находят во всем в обыденном портрет ну он всегда был популярен он остается популярным много художников как бы для себя такую вершину ставят как эверест там смогу не смогу научиться там рисовать вот как там кто-то или там даже просто фотореализм или еще что-то многие художники просто вдохновляет достижение этой цели кто-то говорит что допустим люди совсем не интересны да вот только там пейзаж там городские морские что-нибудь такое атмосферное как там свет падает вот кстати раньше очень популярна была анималистика да когда рисовали много животных таких лошадей там собачек ну что-нибудь такое сюжет сейчас ну я вижу но очень мало среди художников почему-то видимо как-то не знаю может засилие фотографиков котиков всех отталкивает не знаю вот могу сказать что вот как раз таки не так популярны изображения животных в последнее время ну и натюрморты наверное тоже отошли не так не так популярны натюрморты опять же наверное потому что у нас эпоха уже как бы портрет да портрет остается в тренде уже очень-очень много времени неизменно а вот кстати а на сколько вот современном москуте живопись конкурирует с фотографией можно я считаю вообще не конкурирует я не считаю фотографов конкурентами и они меня не считают конкурентами у нас даже как сейчас модно говорит целевая аудитория разная потому что люди которые любят фотографироваться которые там заказывают фотографии часто у фотографов их никогда особо не завлечешь художественным портретом они как бы вот за вот это вот за реализм за вот эту вот свою такую красоту а люди которые любят портреты которые как бы восхищаются да техникой письма это чаще всего как раз таки наоборот более люди с фантазией с воображением которым хочется они даже иногда заказывая портреты даже там просят что-то им там такое немножечко творческое добавить а вот кого тогда из современных художников да вы бы могли бы назвать мэтрами да современные живописи потому что ну вот честно говоря я вот если говорить в формате допустим хотя бы общероссийском формате или есть может быть какие-то личности в мировом формате вот несколько таких имен кого бы вы обозначили ну наверное все знаете Никаса Сафронова он же у нас слава богу живой и творит во всем как бы но такая личность можно сказать медийная даже он достаточно популярен и многие в передачах его зовут я думаю что на слуху у нас еще вроде жив я думаю Шилов который пастелью рисует портреты тоже из русских если вот так вот брать ну как бы сказать понимаете есть популярные в общих больших кругах а есть очень популярные русские художественные в кругах и называя их сейчас фамилией как бы для вас всех может быть как бы такое не очень громкое имя да ну свои да вот если говорить про тех людей не брать пример Сафронова который действительно честно говоря несмотря на может быть действительно какие-то достоинства живописи с эпатажным поведением да порой вот даже отталкивает а вот если брать людей которые действительно вот именно говорить о то что они берут именно авторитет которые вырабатывают за счет именно достоинства их живописи вот кого вы его называли ну вот у нас есть такой художник в Санкт-Петербурге бургский акварелист вот смуж фамилия может быть слышали когда-нибудь ну потрясающе я считаю что его надо знать ну его действительно многие знают если кто не знает посмотрите у него тоже кстати есть инстаграм он выкладывает работы очень интересные как бы техники ну сейчас понимаете такое время да сейчас такое время когда все ну как это сказать уменьшается что ли как бы каждый человек вот в тех же соцсетях допустим находит себе свой небольшой круг да с кем он восхищается своих скажем так там популярных личностей да вот допустим для меня есть я подписана на одну женщину надежда как раз таки курсы акварели ведет лотфор по-моему фамилия у нее вот я допустим ее считаю великим художником я восхищаюсь ее живопись она мне нравится но сказать что она там в масштабах России допустим знаменитая естественно нет во-первых она даже не живет в России и вот много-много всего так вот эта вот популярность у художников современных она зачастую такая как это сказать чем-то более какое-то вызывающее поведение и чем больше у тебя какого-то такого да тем-то популярного это не значит что действительно у них там художественную ценность высокую представляет их полотна тут надо как бы как раз таки больше искать ходить смотреть если кто-то действительно интересуется чем-то таким ну сказать что как-то вот талант художника ровняет его популярность я бы не сказала не те сейчас времена это когда-то было двадцатый век да там они там творили выставки выставлялись находили их всякие продюсеры продвигали и действительно мы узнавали там унина там Ван Гога Пекасо там Дали потому что это было действительно ну как бы такое популярная волна сейчас нельзя сказать что художники не популярны но это не такие супер медийные личности как допустим там певицы какие-то или там кинорежиссеры так вот у нас тут тоже комментарий пишет Балзанова тоже акварист очень как в виде преподаватель прекрасные смотерморты ага да 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 ну то есть если кому-то интересно можете посмотреть в моих подписках у меня их правда очень много где-то за 600 подписок там прекрасно я считаю галерея разных художников по крайней мере которые есть в инстаграме я регулярно вдохновляюсь смотрю что там какие выставки проводят на итальянских художников подписано и на американских на разных-разных потому что тут по душе вот кто как скажет я вот такой человек я не ради популярности меня именно вот выискиваю у меня есть даже такого подписанного который намного меньше подписчиков чем у меня а я вижу что человек ну очень такой ну не развивает он пока или недавно зашел в инстаграм ну для меня допустим много вдохновения я знаю что там можно посмотреть может даже написать спросить о чем-то посоветоваться прекрасные работы кстати тоже она преподает масляную живопись аккаунт у нее называется арт павлова по-моему очень интересные работы масляная живопись не так широко представлена сейчас в том же самом инстаграме нашем любимом вот как раз таки она такой яркий представитель именно масляный живет я тоже с удовольствием ее смотрю вдохновляюсь ее работой буду всех подряд рекламировать а вот кстати ну наверное среди любых творческих людей среди художников есть какие-то глобальные мероприятия ну тусовки скажем я не знаю как это правильно назвать да вот у нас были съезды съезды раньше это называлось а вот какие-то мероприятия где можно ну тоже не выставки да не знаю как это правильно назвать где вот можно прийти посмотреть пообщаться вживую с этими людьми увидеть вот многообразие различных подходов в живописи вот допустим в Екатеринбурге я не знаю в других городах что такое ну у нас на самом деле достаточно часто проводят выставки в различных музеях у нас это обычно на выставке мы все художники только там встречаемся если на выставке не участвуют что выпадаешь из жизни да кстати много музеев которые предоставляют площадки для ну обычно обычно там все и собираются обмениваются какими-то своими в доме художника допустим достаточно часто проходят тематические выставки графика там живопись по конкретным тематикам стараются разбить там городские пейзажи допустим такие-то художники представлены вот обычно все там пытаются и стараются как-то объединиться пообщаться знают что будут там выставляться те-то те-то примерно хочешь пообщаться или там допустим знакомые выставляются как раз идешь на такие сборы мероприятия таких каких-то отдельных тусовок ну я по крайней мере не участвую не знаю я знаю что много моих же коллег художников сидят по мастерске так же как и я потому что ну потому что художников это немножечко не так как у музыкантов допустим музыканты у них все все связано с выступлениями с концертами с общением с людьми да художнику чтобы сотворить работу что нужно долго как бы сидеть ну в своей мастерской и как бы или на пленере и карпете и рисовать и потом выставлять поэтому да выставки художников особенно открытие выставок если кто-то хочет окунуться в эту среду художественную пообщаться художники достаточно общительные люди когда выбираются из своих рабочих коморок вот именно на открытие выставки приходите обычно устраивают там пуршеты можно пообщаться поговорить задать вопросы кому как интересно да у нас такие мероприятия а вот тогда прежде чем следующий вопрос задам друзья напоминаю что мы сегодня с Елизаветой беседуем на тему на тему профессии художника дальше что нужно для того чтобы живопись стала твоим делом жизни для тех кто собирается может поступать в художественные вузы Елизавета дает советы у вас есть возможность задать ей вопрос также Елизавета проводит мастер-классы кому интересно кто хочет да ну допустим еще думает размышляет об этом может задать вопрос спросить по поводу мастер-классов она вам подскажет поэтому не стесняйтесь пишите комментарии у вас времени не так много осталось поэтому успевайте вот вопрос который я хотела задать ну вот не секрет да что творческая профессия она требует от человека вот колоссального приложения силы не только в плане работоспособности да но есть факторы человека не это вот то самое вдохновение и как бы многие родители переживают они хотят чтобы их ребенок связывал жизнь с творческой профессией потому что беспокоятся что могут это чревато проблемами для психики да то есть у нас есть очень много примеров когда вот люди творческие очень рано уходили из жизни или у них возникали какие-то психические заболевания то есть действительно ли есть эта взаимосвязь надо ли этого опасаться вот что посоветовать в этом поле потому что ну наверное все таки беспокойство не обосновано я хочу сказать что тут как раз таки не художественная профессия или творческая профессия в этом тому виной а вы сами знаете как родители что рождается такой человек с подвижной нервной системой понятно что чаще всего такие люди выбирают творческие профессии потому что как говорится ну вот такая они можно сказать работают нервами да другие люди может более толстокожие менее восприимчивые понятно что человек с тонкой душевной организацией чаще всего они в искусстве оказываются потому что это потребность и как раз таки если наоборот запретить творить такому человеку чаще всего это может закончиться психической болезнью потому что ну это невозможно невозможно не делать вот это действительно естественная потребность как кого-то в еде так и у творческого человека что-то творить хотя бы иногда хотя бы немножко и для таких родителей которые видят что их ребенок там действительно там слишком может сильно как-то унывает там по поводу того что у него рисовать там не получается или там еще что-то такое можно единственно что посоветовать я просто видела много таких примеров во-первых не давить и не критиковать не говорить свое там особое мнение там я считаю что там мазня там или еще что-либо такое потому что это не культурно некорректно как бы мазня ну понятия в искусстве не существует да человек самовыражается чаще всего такой конфликт возникает того что не принимает творчество человека понятно что бывают особые там какие-то перекосы но я считаю что если постараться создать ребенку благоприятную среду для его творчества по крайней мере чтобы у него были те кто его поддерживают да его понимают у него искусство я думаю что все в порядке будет но опять же я повторюсь что если на пару раз запрещать и не давать это как раз таки может закончиться самой психической травмой потому что ну это потребность человека это много-много веков существует всегда были те кто занимались там бизнесом те кто занимались политикой те кто были художниками это не какое-то надуманное это таланты которые выдаются я считаю богом человеку если человек вот у него к этому есть стремление обязательно надо поддержать а бояться что он сойдет с ума это как-то и особенно если нет никаких предпосылок к этому просто какой-то шаблон и штамп ну я считаю что это неправильно как минимум ну и друзья если у вас вопросов нет я тогда наверное последний на сегодня вопрос кому не подойдет профессия художника вот человек допустим он любит рисовать да но вот какими качествами какие качества помешают ему реализоваться в этой профессии качества какие помешают да ну я уже говорила что есть и видно по многим людям эту разницу восприятия мира что если человек такой как бы сказать более флегматичный более прагматичный более толстокожий и родитель смотрит на ребенка и как бы хочет чтобы у него там был художник а на самом деле ребенок у него вот такой как бы более то есть наоборот менее эмоциональный более устойчивый более какой-то прагматичный я думаю вот таким детям навязывать профессию художника точно не стоит обычно как бы нет так если человек хочет быть художником значит значит он к этому способен чаще всего понятно что бывают какие-то там отклонения да фантазии бурные хотя я считаю что все равно все равно он будет что-то рисовать все равно для него будет это в радость даже если он не станет великим художником если есть потребность надо рисовать а вот заставлять человека будь художником вот это вот вот это вот точно показатель того что туда ему лучше туда идти и бывают такие часто случаи особенно в художественных школах в вузах реже а в художественных школах очень много когда именно ребенка заталкивают родители потому что они не реализовали свои какие-то мечты о рисовании о художестве и это бедное дитя уже не знает куда ему деться рисовать он не любит краски его там запах раздражает кисточка в руках не держится и она дитя сидит над этой работой и плачет и все я маме покажу мама скажет что некрасиво помогите мне дорисуйте но вот это действительно знаете путь к какому-то психическому нездоровью вот таким я считаю противопоказано надо прямо убедить родителей что если вы не любите рисовать и вас пытаются в вуз какой-то надо прямо вот не знаю найти какие слова убедить что не ваш этот путь если нет желания то а если вот он ну как бы любил любил вроде бы ему все нравится случилась какая-то неудача и все руки опустил то есть если вот допустим ребенок спортом занимается да обычно как бы родители что делать спорт надо надо выносливость вырабатывать давай поднимайся с колен там чуть ли не пинками он отправляет на тренировку упит его характер а вот как быть если вот ребенок он занимается в классной школе и вот что-то случилось и он как бы вот этот интерес пропал и с одной стороны вроде бы ну ладно ну пусть 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 он этим называется пусть отойдет но с другой стороны а вдруг а вдруг в нем талант и вовремя его не простимулировали и вот это если в нем погасит что делать это ну вот у меня кстати бывают такими на репетиторство обычно меня зовут таким деткам ну что что здесь здесь нужна определенная доза мотивации надо постараться найти к этому ребенку подход его его технику его как бы то что его зажгет потому что всегда это есть в том да и дело что чаще всего художника как это сказать теряется вдохновение когда он ну не чувствует уже своих сил когда он он видит что там не получается делает 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 надо найти для ребенка просто тот мотив что у тебя получится давай вот там не получается у тебя там крынку рисовать давай там яблочко научишься там с другой стороны подойти найти какое-то то что ему будет нравиться вот сейчас допустим у современных таких молодежи да у них там тоже целое течение есть там рисование в стиле там граффити какого-то там теми же там баркерами или цветными какими-нибудь реалисцентными красками им скажешь вы только мне покажите как это делать научить я хочу а тут пять минут назад перед тобой сидел ребенок который говорит мне надоело художественная школа у меня ничего не получается вот потому что это ну действительно разные вещи тут вот надо ловить этот момент я считаю родителям вовремя там подсовывать ребенку новые материалы какие-нибудь там может сводить на выставку показать какой-нибудь фильм про художника ну мотивацию тут надо уметь уметь и себя мотивировать и других поддерживать этот огонь да так ну что всем спасибо за то что были с нами Елизавета вам спасибо за прямой эфир огромное было очень приятно с вами живую общаться спасибо здесь не последний раз да если буду проездом в Екатеринбурге встретиться вживую обязательно обязательно очень живую посмотреть ваши работы думаю в инстаграме все равно не передает той красоте которая живая да еще раз всем спасибо за участие спасибо за вопросы творческих вам успехов спасибо да 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 спасибо всем зрителям что пришли задавали вопросы очень приятно когда есть обратная связь это вот делается надеюсь что после этого эфира для тех у кого были сомнения кто собирается ребенка отдать художественную вуз либо хуще думает об этом вы много для себя крыльного еще раз задумайтесь осознайте потому что очень важно этот момент осознанности да вы должны понимать что выбирая обуз вы выбираете будучи как минимум тридцать лет своей жизни потому что на пенсию уйдет не скоро так что нужно выбора профессии нужно повторить еще более осознаннее вот кстати то что я хотела сказать по поводу выбора профессии что многие думают что как бы художников много не заработать на самом деле очень много сопряженных с художественной профессии которую я очень знаю многих которые нормально устраиваются кто-то преподает кто-то расписывает там интерьеры в квартирах стены интерьерные картины пишет ну про преподавание я уже сказала находит в дизайне себя допустим сопряженные какие-то в той же архитектуре там кто на что учился на самом деле путей очень много вот так вот навскидку я сейчас запуталась ну вот допустим выставочные залы я знаю открывают работниками выставочных залов художники являются некоторые прямо организуют выставки это же тоже целый процесс это очень интересная среда это общение постоянно нахождение в творческом коллективе и заработок достаточно неплохой на самом деле очень много это раньше так считалось что все художники ученища сидят там в мастерской доедают последнюю корочку хлеба на самом деле сейчас открылся большой-большой путь те же иллюстраторы допустим сейчас очень популярны они нормально устраиваются зарабатывать неплохие деньги для всяких для различных журналов детские книги сейчас одних книг вы сами знаете сколько выпускается для всех нужны иллюстрации и главное что находится ищут именно того иллюстратора которым нужен и не то что вот есть один там или два популярных именно что различные техники и все-все-все что может быть компьютерная графика сейчас именно иллюстрация то что рисуется в редакторе эдоп иллюстратор все вот эти вот мультяшки картинки мультипликации на самом деле море где вот если вот так вот задуматься где применена ну как бы работа руками художника так что я думаю что стоит обратить в эту сторону внимание если творческие личности есть юные там готовящиеся к экзаменам в русском литературе я думаю обратите внимание есть такие профессии где вам может быть интересно и это востребовано если рука тянется к кисти и карандашу если душа к этому лежит не бойтесь действительно в современном мире очень много возможностей открывается ага очень главные способы зарабатывания денег надо быть очень коммуника надо быть очень коммуникабельным да вот вопрос ну я думаю что как наверное и везде я не знаю есть ли такие профессии где можно быть не очень коммуникабельным вообще я как бы работаю с людьми естественно но художники конечно много среди нас таких замкнутых личностей но я думаю развить в себе способности общаться с заказчиком или там доносить свою мысль я думаю можно даже этому обучиться сейчас столько тренингов и курсов где учат вот этому вот эффективности я думаю что тут не стоит волноваться я думаю над этим можно поработать но здесь вопрос как понимаю про умение предлагать себя продвигать себя ну я думаю это я хочу сказать что это сейчас необходимо во всех сферах деятельности если вы не хотели получить достойный заработок без умения представить себя публике к сожалению ничего не получится то есть никто не придет и не принесет вам ничего на блюдечке неважно кем вы работаете если вы даже устраиваете на какую-то ну работа там по найму где-то вот где стабилизар работа график с 8 до 5 все равно для того чтобы получить скажем должность выше там получить руководящую должность как-то продвинуться вам надо заявлять о себе вам надо общаться с окружающими говорить ребята я вот могу то все третье отправьте меня на курс отправьте меня на обучение это вот везде так мы везде ждут инициативных везде ждут амбициозных везде хотят чтобы человек первый предлагал какие-то идеи и все остальное и в этом деле точно так же ничего как бы не меняется единственный есть вариант конечно если вдруг у вас в окружении есть продюсер какой-нибудь который вас сам продвинет чего всем желаю художнику я думаю что не все такие счастливчики вот поэтому да главное главное не бояться то есть не думайте что если вы пойдете работать там учиться на бухгалтере и будете сидеть в офисе то это будет гораздо лучше возможно это будет и хуже потому что вы будете заниматься нелюбимым делом то есть важно чтобы дело вам нравилось и вы находили себе силы этим заниматься и уже неоднократно мы к этому обращались то что работать над тобой надо много в любой сфере если ты хочешь достичь таких результатов вот так ну что еще раз спасибо еще раз спасибо за прямой эфир друзья всех были рады видеть были мы благодарны вам за вашу обратную связь было очень приятно всего доброго да Елизавета надеюсь сохраните прямой эфир конечно да мы все могли посмотреть спасибо вам большое спасибо вам приглашайтесь очень всего доброго спасибо 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 спасибо